Девочка и мальчик Познакомились мы через интернет и отлично поладили В местной церкви нас обвенчали, кай моя родная душа Муж носит моего ребенка Это изумительно, настоящее чудо Рождение ребенка раскроет нам глаза на реальную жизнь Нам с Эмили придется немного повзрослеть Еще надо узнать, сумеет ли Эмили кормить его грудью К появлению ребенка я готов Роды начинаются Кай страдает от сильной боли, было очень страшно и тревожно Я люблю нашего малыша Беременные транссексуалы Жизнь с Каем проходит гладко Все происходит естественно Ссоримся мы редко А если случается, то скорее по моей вине Мы с женой полюбили друг друга с первого взгляда Познакомились мы в сети Я разместила объявление довольно резкое о том, как меня разочаровали неудачи в отношениях Кай ответил, и мы решили вместе пообедать Стало ясно, мы нашли друг друга Сколько яиц? Три Я же просила меньше В прошлый раз я взял четыре, три это меньше Что касается беременности, все произошло естественным путем Биологию в школе все изучали Эмили? Один родитель Я второй Это наш общий ребенок На момент зачатия ни один из них не завершил процедуру смены пола Однако оба принимали большие дозы гормонов, способствующие трансформации Мы с женой считали, что ни один из нас не способен забеременеть Я принимаю женские гормоны около 10 лет Считается, что уже через полгода мужчина навсегда становится бесплодным Мы полагали, что детей у нас быть не может Случаи, когда транссексуалы, сменившие пол с женского на мужской, беременели Не прибегая к искусственному, обладотворению очень редки Мы первые, с кем это произошло Совершенно случайно Совсем другое дело В чем? В тот вечер, когда я обнаружил, что забеременел, мы с Эмили долго гуляли Я начал прибавлять в весе, стал настоящим параноиком И, наконец, решил, надо купить тест на беременность Вернулись домой, засели в ванной на 20 минут, пока он возился с тестом Результат теста оказался положительным Я подумал, а вдруг это ложная тревога? Мы поехали в больницу, мне сделали УЗИ Оказалось, я на седьмом месяце 28 недель беременности Многие симптомы соответствовали результатам гормональной терапии Прекращение менструации, прибавка в весе Мне и в голову не приходило, что я могу забеременеть Такова была реальность Ребенку лучше, когда ты поешь Да, он заметно успокоился Я всегда мечтал иметь детей Подумывал об усыновлении Теперь появилась возможность стать отцом Это очень волнует Может, газон сегодня пострижешь? Соседи постригают, поэтому наш так плохо выглядит Я в основном готовлю и убираю Кай выполняет работу во дворе и занимается типично мужскими делами Никому не известно, почему люди становятся транссексуалами Это очень редкое явление Таких людей одна десятая процента Я бы сказал, это психологическое состояние Вот только мой разум в полном порядке Он просто не соответствует всему остальному Кай в детстве Всю свою жизнь я чувствовал, что со мной что-то не так, что-то не сходится Мне трудно было общаться с людьми Я знал, что я не лесбиянка Эта категория мне не подходила Однажды я выяснил, что родившись женщиной Можно жить как мужчина Это в порядке вещей Никто тебя за это в тюрьму не посадит В той женской жизни Со мной произошло много замечательного По-моему, я многое понял Взглянув на жизнь с обеих сторон Наверное, я сделаю гистероктомию Ударю молочные железы Я мужчина, и хочу, чтобы общество Воспринимало меня именно так Еще в раннем детстве Я поняла, что со мной творится неладное Но никогда не могла точно определить, в чем же дело Эмили в детстве Лет в 11-12 я увидела ток-шоу о людях, сменивших пол Вот что могло бы привести меня в порядок Годам к 20 я поняла, что пора двигаться в направлении Хирургической коррекции, гормональной терапии Когда мне сделали операцию по смене пола Труднее всего было смириться с мыслью Что у меня не будет своих детей Вообще-то я чувствую себя более здоровой Теперь, после операции И мне стало гораздо комфортнее В собственном теле Я за рулем Мы сменили врачей на столь позднем сроке Что никто поблизости не согласился нами заняться До гинеколога нам добираться 3 часа Лони Моррис из перинатального центра нам нравится С ней мы замечательно ладим Здесь и родится наш малыш Здравствуйте, меня зовут Мэри Здравствуйте, я Кай, а я Эмили Добро пожаловать в нашу клинику, проходите Тут приятная атмосфера, очень мило Я дипломированная кушерка Знаете, это и ваше рождение Мы будем уже не парой, а семьей Совершенно верно Я люблю тебя А я тебе Наш девиз – слушать будущую мать В данном случае беременным оказался будущий отец Как бы то ни было, он считает себя мужчиной Хоть и носит ребенка Единственное, что меня заботит Это вы, вы и малыш Родить замечательного здорового ребенка – вот наша цель Передо мной любящая пара Друг на друга они смотрят влюбленно И ребенка будут любить Они не предполагали, что беременность возможна А теперь, когда это случилось, они счастливы До того, как забеременеть, Кай 7 месяцев делал инъекции тестостерона Посмотрим, где его головка Когда я узнал о беременности, пришлось прекратить принимать гормоны Воздействие тестостерона сильнее сказывается на внутриутробном развитии девочек, нежели мальчиков Если бы мы ждали девочку, она могла стать интерсексуальной, обладать гениталиями обоих полов Слева спинка О воздействии тестостерона информации недостаточно, исследований мало Меня беспокоит, что возникнут проблемы со здоровьем плода Что развитие пойдет не так Неопределенность удручает Меня всегда так удивляла эта картина Кай волнуется о здоровье малыша больше, чем я Я оптимистка и уверена, что с ребенком все будет хорошо Сегодняшний осмотр показал, что ребенок должен родиться приблизительно через три недели Похоже, все развивается нормально Все идет как надо Времени предостаточно, торопиться некуда Увидимся через неделю, хорошо Ребенок растет, все необходимое для родов имеется Моя задача – обеспечить уход беременному и принять новорожденного Этим я и буду заниматься Увидимся на следующей неделе Это всего лишь молодая пара, у которой будет ребенок Никогда не приходилось ухаживать за младенцем Я принесла куклу малыша, он умеет плакать А вам придется о нем заботиться Думаю, мы справимся без проблем Надо бы остановиться и разобраться с этой дрянью Беременные транссексуалы Что у нас на сегодня? В полдесятого придет инструктор по уходу за детьми То есть, прямо сейчас? Да, скоро Мне никогда не приходилось ухаживать за младенцем А в чем заключается... Вот, видимо, она Я многого не знаю Привет Привет Меня зовут Венди Я Эмили Я Кай Проходите, садитесь Итак, я принесла младенца Он почти как настоящий Вы сможете научиться хотя бы держать и пеленать его Я проинструктирую вас и оставлю малыша Он будет плакать, за ним надо ухаживать, как за любым новорожденным Начнем с пеленок Мы с Кайем воспринимаем это как командную работу Будем действовать вместе Отлично Вам раньше приходилось это делать? Нет, никогда Но у вас отлично получилось Родительские обязанности мы распределим традиционно Эмили будет мамой, а я папой Можно дать ему пилюль, чтобы какашки пахли плюшками с корицей Нет, нельзя Вы собираетесь грудью кормить? Хотелось бы При грудном вскармливании экскременты пахнут гораздо лучше, чем при кормлении смесями Если кормить ребенка грудью, он будет испражняться 4-5 раз в день Надо взвесить все за и против На каждый день понадобится 10-12 пеленок 6 или 8 влажных салфеток Наша жизнь изменится Надо будет посвящать дому больше времени, чем раньше Мы должны будем выработать более строгий распорядок Лучшее, что вы можете сделать для ребенка, это любить его Удовлетворять потребности Ставить его нужды превыше своих и всех остальных Думаю, многим вещам надо научиться Это отличная практика Она будет полезной Я люблю этого малыша Младенец куклы надрывался почти всю ночь Да что ж ему нужно Не знаю, мы как раз должны это выяснить Он плачет вообще без причины Хочется ему руки и ноги поотрывать Если взять его на руки и подержать, он прекратит орать Но потом надо покачать еще раз И еще А когда пытаешься его утихомирить, ничего не выходит Кормить настоящего ребенка гораздо интереснее Да, мы битый час его кормили, но эта штуковина не перестает орать Что же мне с ним сделать? Как же мне хочется, чтобы он замолчал Не поймешь, чего ему нужно Мне это не нравится Ему не надо было срыгнуть Не знаю, кажется, все До рода в 19 дней Ну же, Эмили Отрубилась Только мы его утихомирим и отправляемся спать Младенец опять просыпается и начинает орать Ужас Я пыталась его убаюкать, не помогло Положили в колыбель, не сработало Этот искусственный младенец никогда не замолчит Мы едем в гости к матери Эмили Она это терпеть не станет Зато мы знаем, с какими трудностями нам придется столкнуться Оно того не стоит, согласен От ребенка есть отдача Давай возьмем этого крикуна с собой Он маме понравится Ходите, привет Мама замечательно все восприняла Она полностью нас поддерживает Эмили росла прелестным белокурым мальчиком Он был очень милым, симпатичным Правда, иногда казалось, что мой сын не вполне счастлив Располагайтесь Мне кажется, он чувствовал себя потерянным Как самочувствие? В порядке Устал, но все нормально Отчего же ты так устал? Когда Эмили было лет 20, тогда она была еще моим сыном Скоттом Он пришел и сказал, что собирается стать мне дочерью Тогда я уже 20 лет воспринимала своего ребенка как сына Мне было трудно видеть, как появляется эта женщина Это было странно и необычно Они очень миленькие Для членов семьи это все равно, что пережить смерть близкого Ведь Скотта больше нет Но внутри она тот же человек Моя семья живет довольно далеко Мама Эмили нам очень помогла Я рада, что Эмили встретила Кая Он отличная партия Говорить о дочери, сменившей пол, было трудно, но я справилась А теперь речь идет о моем беременном зяте Но я с радостью жду внука, для меня это важнее всего Если он опять будет орать, я вытащу батарейки к чертовой матери Может, надо остановиться, пеленки сменить Только не это Эмили готова сорваться Дело все в гормонах К тому же она устала, раздражена и взвинчена Пытаемся срыгнуть В конце концов мы услышим звук Эмоции возникали самые разные Думаю, надо остановиться и разобраться с этой дренью Меня уже все достало Все, с меня хватит Надоело До родов 18 дней Заедем на почту и отправим эту штуку обратно Искусственный крикун достал Надо от него избавиться, а то так и не сумеем поспать С нас довольна Что ему надо? Не знаю Эта штуковина не перестает орать Надо остановиться, разобраться с этой дренью Меня уже все достало Если младенец не утихает, надо разобраться, немного приспособиться По-моему, у нас все получится С настоящим ребенком Кажется, я уже немного знаю, чего ожидать Вряд ли молодые родители готовы ко всему, что произойдет Почта Придется многому научиться Это значит, что мы не только станем родителями, но и сами должны будем повзрослеть Слушай, надо бы дерево посадить В день, когда он родится? Да Тяжело принять то, что я мать, хоть и не вынашиваю ребенка Будь у меня выбор, я бы не стал беременеть Жена хотела бы выносить ребенка сама Мы ездили к эндокринологу доктору Бартолосу Эмили принимает препараты, с помощью которых, возможно, сумеет кормить грудью Доктор Майкл Бартолос, эндокринолог, назначает гормональные препараты для подготовки пациента к смене пола Эмили много лет принимала женские гормоны Медики в основном считают, что после шести месяцев приема мужчина становится бесплодным Эмили страстно желает воспитывать ребенка как мать Также она мечтает кормить его грудью Вызвать лактацию тех, кто сменил пол с мужского на женский, возможно, но у меня никогда не было пациентов, кормивших грудью Доктор дает мне сверхконцентрированный коктейль из гормонов По-моему, он пытается вызвать имитацию беременности, чтобы появилось молоко Я решил, что не буду кормить грудью, главным образом, потому что мне психологически трудно это сделать Звучит, может быть, эгоистично, но тогда придется надолго отложить прием собственных гормонов, а с этим смириться тяжело Для нее же возможность кормить ребенка очень важна Как вы готовитесь к отцовству? Скорее, к материнству В какой-то степени вы оба станете матерями Ну, вообще-то нет Но сейчас вы носите ребенка Физически и генетически, да Но если говорить о желаемой социальной роли, то нет Если я сумею, было бы здорово Если нет, то окажется, что я не способна кормить Давления не будет Можем кормить смесями А что вы колите? Это инъекция эстрадиола, женского гормона Он оказывает феминизирующее влияние, а также стимулирует появление молока в железах Важно, что так между мной и ребенком становится крепкая связь Кроме того, Каю не придется кормить грудью, и нагрузка на него уменьшится Для лактации нужно поднять уровень эстрогенов? Да Насколько мне известно, подобного опыта ни у кого не было Этот случай – настоящий прорыв в медицине Мы с Эмилии не думали, что она сможет кормить грудью, а когда врачи сказали, что это возможно, мы были в восторге Спасибо Вам предстоит еще несколько инъекций, но пусть вас это не пугает Ладно, вернемся через пару недель Беременные транссексуалы Кай и Эмилии стали посещать занятия группы поддержки кормящих матерей Я немного волнуюсь, а вдруг они не примут нас таких? Мы беспокоимся, что выкармливать ребенка предложат мне или не поддержат желание Эмилии это делать Или просто не поймут, о чем речь Пора все выяснить Всем привет, я рада, что вы пришли Меня зовут Карен, я ведущая нашей группы Наша задача – поддержать каждого в деле воспитания детей Большая часть моих вопросов касается появления молока, и я не знаю всех подробностей Чтобы появилось молоко, нужно довольно часто стимулировать молочные железы В среднем новорожденный ест от 8 до 12 раз в сутки Нужно водействовать на грудь 8-10 раз каждый день по 15 минут Будем знать, мы не уверены, что обе груди работоспособны У меня повреждены нервы, с одной стороны, поэтому не знаю, появится ли в этой груди молоко Если нервы повредят при имплантации, можно лишиться способности кормить груди Интересно, поможет ли стимуляция груди залечить ее? Я не знаю подробностей того, как вызывает лактацию, но, насколько я понимаю, заживление груди после операции возможно Попробовать стоит Нам еще многое предстоит сделать в детской Кроватка еще не собрана, и мы не знаем, кто бы мог ее собрать Вряд ли это будет очень сложно Это, наверное, для колесиков, да? Наверное Думаю, эта железяка вставляется сюда Вряд ли, вот так Если это вставить сюда, оно провалится? Почему не держится? Мне кажется, мы перекладину не с той стороны прикрутили Надо было купить что-нибудь с инструкцией Да ладно, сумеем Через два с половиной часа Получилось! Теперь можно ехать в больницу рожать Он будет спать прямо здесь, в этой штуке, которую мы соорудили Теперь уж нам его доверят, раз мы собрали это нам Позволительно положить сюда ребенка На следующее утро Кай оставляет работу дежурного администратора гостиницы Что такое? Уволился Работал в ночную смену, пришлось уйти После рождения ребенка так работать не получится Мне не дали бы отпуск до и после рождения ребенка Счета пришли Давай сначала с этим разберемся Давай, а то нам газ грозят отключить Раньше Эмили работала менеджером в магазине Уже несколько месяцев она без работы Финансовый вопрос меня беспокоит Я привыкла к денежным затруднениям, но теперь от нас зависит маленький человечек Прежде всего надо его обеспечить Ночная работа вызывала сильный физический и эмоциональный стресс Я больше не мог с ним справиться, особенно теперь Мы только что получили счет, а деньги потребуют уже через 4 дня Теперь мы оба без работы Ищем новое место, но пока на примете ничего нет Этот просрочен Почему ты мне его не показывал? Мои родители должны были заплатить Надо с этим разобраться Все это вызывает напряжение Если ребенок родится к концу месяца, назовем его Чек Мы идем на вечеринку в честь будущего малыша И устроила группа поддержки транссексуалов, которую мы посещали Это замечательные люди, болеют за нас всей душой Мы хотим воспитать у нашего ребенка непредвзятое отношение к разным мнениям, к самым разным людям В нынешнем обществе понятие семьи толкуется очень широко У меня особая семья, и нет ничего страшного в том, чтобы отличаться от других Какой-то мере меня тревожит возможная дискриминация Люди могут подумать, это семья транссексуалов Да как же они растят ребенка? Мы совершенно обычные люди Раз уж на то пошло Потрясающе, не правда ли? Я уверен, они очень рады Прелестно Я счастлив, у меня будет ребенок Я скоро стану отцом Это лучший период всей моей жизни Раньше я не был так счастлив Чудесная открытка мне нравится Море любви между нами И вся любовь для нашего малыша До родов осталось 15 дней Захватывающее чувство значит, что ребенок скоро родится Мне кажется, мы еще не подготовились, но ощущение, будто никто не бывает готов Теперь, пожалуй, можно приносить ребенка Теперь это подходящее для малыша место Да Думаю, с сегодняшнего вечера мы абсолютно готовы Но он не сегодня появится Нет, не сегодня, но теоретически, если бы появился, мы бы справились Через 4 часа у Кая начинаются схватки Итак Насколько я могу судить, начинаются роды Сейчас около полуночи Мы долго не были уверены, настоящие ли это схватки или ложные В любом случае, они учащаются Да, я присяду Все хорошо? Да Все будет хорошо, я люблю тебя Схватки повторяются через 5-10 минут Пока еще не регулярно, это странно С другой стороны, наш случай вообще ненормальный, так что Кай позвонил и сказал, у меня схватки, кажется, я рожаю Я ответила, что жду их в больнице До больницы, где работает Лони, 3 часа пути В том районе живут наши друзья Мы договорились, что когда подойдет срок, скажем, за неделю до родов Мы приедем и поживем у них пару дней, дождемся, когда придет время рожать, а после родов уедем домой Друзья не возражали Роды начались преждевременно Вещи мы не собирали, ведь мы не собирались так рано ехать Им предстоял долгий путь Я хотела выяснить, было ли время в запасе, Кай сказал, что по ощущениям время есть Наверное, он появится, когда ему самому захочется Все хорошо, езжай Я потерплю, обещаю Сожми, как тебе надо Ладно, ты веди, все хорошо Ты не стесняйся Вот ж не думал, что будет так больно Пока они ехали, мы время от времени связывались, я советовала дышать глубже Схватки стали гораздо сильнее, мне было очень больно, я кричал и плакал Лоня решила, у меня истерика, она пыталась разговаривать со мной, и я повторял Больно, а ничего подобного я в жизни не испытывал, будто все тело пытается вывернуться наизнанку Кай, если схватки будут сильнее, надо остановиться у какой-нибудь больницы Мы остановились заправиться, и я пересела на заднее сидение и держала Кай за руку Мне показалось, что ребенок вот-вот родится прямо в машине Когда мы добрались до больницы, перерывы между схватками сократились до двух минут Я как-то сказал, что хочу родить без препаратов, но если так будет продолжаться, дайте мне что-нибудь Ну вот, мне ничего не могли дать Я не ожидала, что он поступит настолько готовым родить Лоня была потрясена, она думала, ребенок появится не раньше, чем через 12 часов, как вдруг Вокруг появились люди, все засуетились Насколько я помню, никто будто бы и дверь не открывал Просто люди стали появляться возле кушетки Не помню, чтобы кто-нибудь входил через дверь или шел по палате Теперь было гораздо больнее, и мне пришлось совсем туго Тушьтесь! Вот так! Я больше всего боялась, что возникнут какие-нибудь осложнения Страшно об этом и думать Хорошо, тушьтесь! В каком-то смысле во мне осталось нечто от мужчины Мне казалось, я должна обо всем позаботиться, избавить его от боли Частота сердцебиения малыша немного упала, нам нужно его извлечь Давайте, глубокий вдох Вперед Когда у ребенка уменьшилась частота сердечных сокращений, все засуетились На готове стоял педиатр, поскольку у плода замедлилось сердцебиение Частота возрастает Она сначала снизилась, теперь возросла Сердцебиение замедлилось из-за давления на голову Головка малыша обжала в шее Это естественная реакция Но когда слушаешь сердечко при частоте 90, а то и 80, начинаешь думать Надо бы малыша извлечь, не стоит рисковать Если частота сокращений не возрастет, возможно, придется резать Лонни заговорила об эпизиотомии Можно сделать разрез, чтобы малыш вышел быстрее Давай же, ты справишься Давай, Кай, ты сможешь Лонни сказала, что сделает рассечение, если ребенок не выйдет после двух схваток Ну, давай, задавай Головка показалась Вот он, я вижу голову Тушься, давай Давай, давай, давай Положите ребенка вам на грудь С момента прибытия в больницу прошло 37 минут Ну вот, ты справился Все закончилось Все хорошо, все хорошо Первое, о чем я подумала, да у него же мой подбородок Не хотите перерезать? Вот тут Я режу пуповину Вот так Как резина Ну вот, теперь ты сам по себе Отнесу его к педиатру на осмотр Мне теперь надо отойти Я люблю тебя А я тебя Меня беспокоило, что во время родов у него замедлилось сердцебиение Теперь я волновался, как он там И маленький, я тут Я чувствовала облегчение Все закончилось И не случилось ничего плохого Вы первый час на свете Выглядит замечательно Просто нет слов, ничего не могу сказать При рождении ребенок весил 2 килограмма 800 граммов Он был абсолютно здоров И Кай тоже был в порядке Все прошло как нельзя лучше Позвольте поздравить вас обоих Поздравляю, вы молодчина Поздравляю Поздравляю Боже, Эмили, у нас теперь есть ребенок Да Боже Ты посмотри на него Он настоящий У него твои глаза Какая радость Мы решили назвать сына Данте Терренс Второе имя, в честь отца Эмили Хочешь назвать его Данте? А ты как думаешь, тебе нравится имя? Это очень радостное событие У нас теперь есть ребенок, и он наш Смотришь на него, и сразу ясно, что он наш В нем видны черты Кай и мои Это замечательно Все это потрясающе Настоящее чудо Врождение ребенка – это удивительно Возможно, родился будущий президент Или конгрессмен А может, художник А может быть, сантехник Кто знает Появился еще один человек Мы произвели на свет нового человека Это здорово Как дела, дружище? Надо попробовать приложить его к груди Он пьет мамино молоко Молодец Беременные транссексуалы Ты себе мог вообще представить, что у нас ночью родится ребенок? Нет, даже когда у меня схватки начались, я не думал, что он родится ночью Хорошо, что мы их всерьез восприняли Даже когда стало ясно, что это настоящие схватки, я думал, раньше завтрашнего дня ребенок не родится Уверен, даже Лонни его раньше обеда не ожидала Чего я ждала? Не ждали его появления раньше завтрашнего обеда? Да уж Даже когда я позвонила, все быстро прошло Шесть часов Шесть часов сначала до конца Пока мы кормим сына смесью из бутылочки Ждем, когда у Эмили появится молоко Тогда можно будет кормить Данте грудью Держишь? Эмили до сих пор колет гормоны, чтобы у нее началась лактация Он будет тебя обожать Ты станешь источником пищи Кажется, уже 95% пути пройдет, но скоро у меня будет молоко Скорее бы это произошло, но ребенок появился на две недели раньше планируемого срока Я оказалась не готова Привет Привет Как поживаете? Кармен Кларк, консультант по грудному кормлению Данте спит Сколько он весил? Два восемьсот Ясно Вы хотите кормить сына грудью? Попробуем приложить его к груди Вот он уже и глазки открывает Когда мы пытаемся вызвать лактацию приемных матерей, мы используем так называемую систему докорма Кармен принесла замечательное приспособление для докорма Это позволило приложить малыша к груди Будто он ее сосет, и в то же время он получал необходимое питание Вот тут проходят две тонкие трубочки Их нужно прикрепить к груди так, чтобы конец немного выдавался над соску Когда малыш возьмет грудь вместе с трубочкой, он начнет сосать Так мы достигнем двух целей Во-первых, через систему докорма малыш получает питание Во-вторых, он будет сосать грудь А это стимулирует выработку вашего собственного молока Вы готовы? Теперь смотрите, как я прикрепляю Вот этой рукой Поддерживайте Так Получается Начал сосать Сосет Он пьет мамино молоко Вот так Ничто не сравнится с первым кормлением ребенка Вы чувствуете, что это так надо, что правильно? В каком-то смысле это завершение родов Клопот вам предстоит немало Это потрясающе Даже не думал, что на меня это так подействует, но чувство замечательное Мне кажется, все будет хорошо Пойду открою дверь, раз малыш у тебя Данте Данте, мы дома Он прекрасен, совершенно здоров Желтухи нет, череп не деформирован Все превосходно Вот проснется, увидишь, какой он милый, даже когда не спит Да, у нас чудесный малыш Данте намного лучше той вопящей куклы, которую нам прислали Он гораздо милее, и он наш Ничего не поделаешь, мы его так любим Привет, привет Сегодня приехали мама и бабушка Эмили познакомиться с малышом Красивый А вот и подарки А вот и подарки Спасибо